Здравствуйте! Это еженедельная рубрика об иммиграции в США на канале Ру Флорида. Меня зовут Виктория Шелегина и я иммиграционный адвокат из Орландо, что в солнечной Флориде. Сегодня мы поговорим об еще одной из талантливых виз EB1A. EB1A это иммиграционная виза, которая позволяет людям с выдающимися способностями в области науки, искусства, образования, бизнеса или спорта, ходатайствовать о получении грин-карты. Для того, чтобы доказать свою экстраординарность, талантливость, если хотите, заявитель должен быть обладателем всемирно известной премии из разряда Нобелевской или Пулитцеровской или же соответствовать как минимум трем из 10 определенных критерий. Как кто? Является лауреатом национальной или международной премии в области своей профессиональной деятельности, является членом профессиональной ассоциации, членство в которой необходимы выдающиеся достижения в профессиональной области. Этот человек принимал участие в оценке работы коллег в своей профессиональной области. Четвертое. Популярные или профессиональные медиа опубликовали материалы о его профессиональных успехах. Либо этот человек внес свой научный, образовательный или предпринимательский вклад в развитие профессиональной отрасли, является автором образовательных статей в своей профессиональной отрасли. Занимал ключевую позицию в организации, имеющей выдающуюся репутацию. Либо же за свои профессиональные услуги получал высокую заработную плату или иное вознаграждение. Ну и наконец, имел коммерческий успех в области сценического искусства, либо же его работы выставлялись в художественных галереях на других выставках. Звучит как-то очень знакомо, не правда ли? Практически то же самое мы с вами слышали неделю назад в случае с визами ОО1. Но, несмотря на кажущееся сходство между визами EB1A и ОО1, имеется ряд принципиальных различий. В отличие от EB1A, ОО1 является не иммиграционной визой, то есть она не приводит к получению грин-карты. EB1A же дает возможность заявителю и близким членам семьи ходатайствовать о получении грин-карты. Для ОО1 необходим работодатель, в то время как EB1A допускает возможность подачи ходатайства даже при отсутствии американского работодателя. В отличие от ОО1, для получения которой достаточно подтвердить соответствие минимум трём заявленным критериям, для EB1A соответствие трём критериям – это лишь первый шаг. Следующим этапом является оценка представленных доказательств в целом, чтобы убедиться, что специалист является лучшим из лучших в своей области. Ну и наконец, необходимо показать, что его профессиональная деятельность, человек, который ходатайствует об EB1A, принесёт национальную пользу стране. А кому нужна ООО1 тогда, если есть EB1A? Ну, во-первых, являясь не иммиграционной визой, ООО1 подходит тем людям, которые не имеют иммиграционных намерений и приезжают в США для временной работы. Такое бывает. Во-вторых, будучи визой с так называемыми двойными намерениями, виза ООО1 может служить отправной точкой для получения визы EB1A, которая уже даёт возможность ходатайствовать о грин-карте. Очевидно, что критерий для соответствия EB1A значительно выше, чем для ООО1. Иными словами, не каждый заявитель, соответствующий критериям ООО1, будет соответствовать критериям EB1A. Что касается EB1A, это иммиграционная виза. Подавая документы на её получение, вы демонстрируете намерение переехать в США. Если в EB1A вам будет отказано, перечень доступных для вас вариантов ограничится только другими иммиграционными визами или визами с двойными намерениями. То есть, те неиммиграционные визы, которые допускают наличие иммиграционных намерений. Во время пребывания в статусе ООО1 у вас будет время поработать над дополнительными доказательствами, если это нужно, для потенциального кейса EB1A. Для наглядности я предлагаю сравнить два кейса – ООО1 и EB1A. Оба инженерные. ОООО1 – это IT-инженер, инженер-разработчик ПО для кардиологического оборудования. Она работала как IT-инженер старшим разработчиком в ряде крупных региональных IT-компаний у себя в стране, где принимала участие в создании одного из уникальных приложений для кардиологического оборудования. Вознаграждение за ее работу было выше, чем у большинства других IT-инженеров в стране. Кроме того, в своей стране она являлась членом одной из профессиональных организаций. Очевидно, что подтвердить национальную пользу от работы такого IT-инженера в этом кейсе не составило бы особого труда. В США смертность от кардиологических заболеваний стоит на первом месте. Однако, имеющие доказательства не прошли бы стадию оценки, в которой нужно показать, что наш IT-инженер – один из немногочисленных экспертов в своей области, то есть лучший из лучших, можно сказать. Поэтому было принято решение готовить визу ОООО1 с тем, чтобы за три года подготовить базу для EB1A. Что касается EB1A, пример. Транспортный инженер. Работал директором одного из ключевых департаментов в транспортной компании, который лидер на рынке в своей стране. В его послужном списке создание первой в стране скоростной линии автобусов и, как следствие, статьи в прессе об этом проекте. Членство в престижнейшей международной профессиональной организации. По большому счету, дюжина научных тематических статей, участие в качестве спикера в международных профессиональных конференциях. Ну и, собственно, наличие профессиональных и государственных наград. И, наконец, заработная плата такого транспортного инженера была в 2,5 раза выше, чем у 1% из числа наиболее высокооплачиваемых коллег в стране. Учитывая качество представленных доказательств, этот кейс как раз транспортного инженера удачно прошел стадию оценки. Принимая во внимание общую неразвитость общественного транспорта в США, эксперты в области транспортной инженерии, несомненно, принесут пользу стране. Таким образом, было принято решение миновать стадию ОВАН и готовить кейс сразу же для EB1A. Что это означает? Очевидно, что IT-инженеру, в нашем примере, стоит доработать доказательственную базу перед подготовкой к подаче документов на визу EB1A. А транспортный инженер, в общем, благополучно получил свою грин-карту. Спасибо за ваше внимание. Расскажите в комментариях о получении EB1A визы, для какой профессии вы бы хотели, чтобы я рассказала в одном из следующих видео. До встречи на следующей неделе.